Похищена автомашина 22-21-09. Командир взвода ППС Денис Гузнаев зачитывает сводку происшествия и дает наставление своим подчиненным перед началом дежурства. Полицейский служит в МВД 7 лет. Как рассказывает Денис, порой защищая покой граждан приходится работать сутки напролет. Теперь будет легче, уверен полицейский. По крайней мере морально. Зарплата стала больше. Работа в полиции тяжелая. И радует то, что ее достойно оценили. Подняли зарплату. У многих сотрудников маленькие дети и в связи с работой не хватает времени даже уделять. А здесь хотя бы элементарно можно покупать игрушки, не отказывать детям ни в чем. С 1 января вступили в силу федеральные законы о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел и о службе в органах внутренних дел. Согласно этим документам уровень заработной платы стражей в правопорядках в среднем увеличился в два раза. При этом оклады полицейских выросли в среднем в четыре раза. Кроме этого, сотрудникам предусмотрены надбавки за особые условия службы, за квалификационные знания, премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также надбавка за выполнение задач, связанных с повышенным уровнем опасности. Но и спрос полицейских стал строже. Требования к сотрудникам полиции после повышения денежного удовольствия возросли в значительной степени. Требования, какие предъявляются, первых, сотрудник должен обладать высоким моральным делом и качествами. Также он должен обладать не только высоким профессионалом, но такими качествами, как мужество, отзывчивость, честность, порядочность. В обязанности этого взвода ППС входит обеспечение общественного порядка на территории микрорайона Синюшина гора. После повышения денежного удовольствия ответственность за проделанную работу стала еще больше. На улицах города полицейские проверяют людей, подходящих под описание преступников, выявляют грабежи и кражи, борются и с мелкими правонарушениями. Знаете, что у нас появление общественное место в состоянии обвинения запрещено? По словам заместителя командира по кадрам, после проведения реформы МВД, а также повышения уровня службы полицейских, как в батальоне ППС Иркутска, так и в других отделах внутренних дел, готовы принять на должности новых сотрудников. При этом кандидат должен иметь высшее юридическое образование, спортивные навыки, а также положительные характеристики с предыдущего места работы, армии и даже школы. Увеличение денежного удовольствия коснулось не только действующих, но и бывших сотрудников внутренних дел. Согласно указаниям МВД России, был произведен перерасчет пенсии. В среднем выплаты за выслугу лет увеличились в полтора раза. Раиса Селина, Константин Синицын. Новости сейчас. Раиса Селина, Константин Синицын. Новости сейчас.